Продолжение следует... Также и выросло, к сожалению, для нас, наверное, поколение детей, которые нас покинули только потому, что они выросли и у них уже другие интересы. Но я надеюсь, что эта школа была крайне полезна для каждого ребенка, потому что за все эти годы мы прежде всего старались показать, что лего это обучающий инструмент для того, чтобы дети становились умнее, более развитые, чтобы они научились мыслить как-то абстрактно, особенно там, где дело касается каких-то инженерных дел. И мы очень надеемся, что за эти годы, может быть, нам уже сейчас даже удалось вырастить новое поколение конструкторов, генеральных старших инженеров. И это очень здорово, потому что прежде всего мы создаем будущее нашим детям. Но мы хотим сегодня сказать вам о другом. Прошло 5 лет, и мы отлично видим тенденцию развития канала. Наверное, за 5 лет уже можно сделать какие-то выводы. И мы их реально делаем. Мы видим, что мы 5 лет практически топчемся на месте. У нас есть наша аудитория, и мы благодарны каждому, кто приходит к нам. Мы знаем, что нас сегодня смотрит больше 7 тысяч человек. Это 7 тысяч детишек по всему миру. На сегодняшний день это 62 страны, которые нас смотрят. И мы понимаем, как мы важны этим детям. Мы даем возможность и родителям сэкономить деньги, потому что из одного набора мы уже собрали больше 160-170 моделей, и даже подали заявку на книгу рекордов Гиннесса. Потому что это не простые модели, все модели креаторские. И если вы их собираете, вы понимаете, насколько они интересны. Ну, я знаю, что многие собирают их вместе с детьми, именно родители. Но у меня есть личная статистика, которую мы тоже видим. У нас постоянных количеств детишек, которые смотрят наши видео, постоянные так называемые подписчики, которые реально просматривают наши сборки моделей, это где-то 3,5 тысячи человек. Но печальная статистика указывает нам на то, что 92% детей, которые смотрят наши видео, ну, может быть, даже и взрослые вместе с родителями, они смотрят без подписок. Мало того, к сожалению, YouTube устроен таким образом, что там не отбирают ролики и не оценивают ролики люди. К сожалению, YouTube очень объемен. Вы сами понимаете, сколько выставляется различного материала на YouTube в течение не то чтобы года, даже в течение одной минуты. И поэтому проверить все они просто не в состоянии. Поэтому у YouTube есть так называемые логаритмы, по которым они отбирают и оценивают какой-либо контент. К сожалению, контент нашего лего, именно формат, в котором мы работаем, а мы не можем его изменить, он таков, что когда ребенок включает видео, или вы вместе с ребенком, вы смотрите то, что мы вам предлагаем собрать в данном ролике, а потом показываем детали. Для того, чтобы их собрать, а каждый ребенок собирает их по-своему, кто-то быстрее, кто-то медленнее, ищет детальки, кому-то это труднее, кому-то легче. Они, естественно, чему мы и учим, вынуждены нажать на паузу, для того, чтобы остановить видео и собрать детали. Но как только вы давите на паузу с вашим ребенком, для YouTube это означает, что вы начали смотреть ролик, видео, которое идет минут 25-30, а вы через буквально 2 минуты остановились, и для робота, который оценивает YouTube ролик, это означает, что ролик не интересен, и это значит, что его не продвигает сам YouTube. Поэтому развивать этот канал безумно трудно. Мы не можем его развить до такого состояния, чтобы он нам хоть что-то приносил. Все эти 5 лет мы занимаемся практически благотворительностью. Мы делаем это для вас, для ваших детей, и это великолепное хобби. Но не надо забывать, что я еще работаю, и у меня тоже есть семья, и мне ее надо кормить. Друзья мои, поэтому, если мы не изменим ситуацию к лучшему, если вы не будете подписываться на канал, и писать комментарии, и ставить лайки, то это значит, что, скорее всего, канал не сможет развиваться, и это значит, что он нам ничего не будет приносить. А труд это огромный. Мне для того, чтобы сделать подобный ролик, нужно сначала 2-3 дня. Я продумываю модель. Потом мне нужно ее еще собрать, для того, чтобы понять, как она собирается, точно уже разобрать и собрать ее снова, для того, чтобы ваших детей научить сборке именно этой модели. И плюс к этому, мне еще нужно сделать ролик, отснять его, сделать в программе, собрать, поставить на канал, отредактировать и запустить для вас. Это занимает ровно неделю. Я не всегда успеваю, вы видите, что я не всегда успеваю поставить ролики в пятницу. Это не потому, что я не имею желания. Это потому, что у меня просто не хватает на это времени. Я ведь еще и работаю. Я сижу каждый день практически до 4 ночи. Друзья, наверное, этот труд что-то должен стоить. Поэтому, друзья мои, нами принято кардинальное решение, которое затрагивает в какой-то мере и вас. Мы сейчас подождем буквально неделю, посмотрим, что будет происходить с подписками, с лайками и с комментариями. Но в любом случае мы открываем отдельный контент для спонсоров или патронов нашего канала. Мы выбрали минимальную оплату того, что может происходить за ролики. Мы не оцениваем каждый ролик отдельно. Мы оцениваем это месячно. Сумма совсем небольшая. Всего 5 долларов в месяц. И это то, что даст возможность вашим детям получить доступ к специальному контенту, на который я буду ставить наиболее интересные модели. Бесспорно, мы понимаем, что финансовое положение у людей, тем более в 62 странах мира, разное. И не отовсюду можно организовать подобную пересылку. Не у всех есть такая возможность оплатить финансовое, к сожалению. И мы понимаем, что семьи все равно разные. Поэтому мы не делаем это в обязательном порядке. И не уводим весь контент от детей. Мы будем продолжать выставлять и бесплатный контент, но при этом будет контент особый. Поэтому, друзья, прошу вас, поддержите нашу школу. Будет невероятно грустно, если мы уйдем. Потому что я вижу, насколько интересно это детишкам. И я понимаю, что на сегодняшний день это... Ну, представьте себе, если вот у вас под окнами находится школа, которую мы ведем, и в нее приходит больше семи с половиной тысяч ребятишек в месяц для того, чтобы заниматься. Конечно, закрывать такую школу грустно. И мне грустно, потому что я привык, потому что я люблю. И мне реально есть чем поделиться с вами, с родителями, и уж тем более, чему научить ваших детей. Теперь, что касается будущего. Я планирую в ближайшее время сделать очень интересный анализ самой компании Лего и ее рыночной политики, которую она ведет. Это будет невероятно интересно для родителей, для того, чтобы понимать, как Лего поступает на рынке, и какая у них позиция. И сделать реальный, настоящий анализ наборов Лего, для того, чтобы вы понимали, как выбрать набор, и чем наборы отличаются. Многие ведь понимают так, что много деталей – это хорошо. Это не хорошо. Это как раз даже иногда плохо. Не надо иметь много деталей. Надо иметь хорошие наборы. А вот как отличить хороший набор от плохого? Мы обязательно еще успеем поговорить. Я надеюсь, что мы не уйдем от вас. Огромное вам спасибо. До новых встреч. Успехов вам. Мира и добра. Thank you very much to anybody. I hope we'll see you soon. Субтитры создавал DimaTorzok